Всем добрый вечер. Начинаем прямую трансляцию пресс-конференции с тренерами и игроками по итогам матча «Динамо Минска» с «Новатвилаев». Первым тренером гостей – Томеля. Ваш комментарий по игре, пожалуйста. Спасибо. Мы начали сегодня немного слегка. Пеналтий, а потом противоречит 2-1. Это было 2-0. Это было очень быстрое начало для нас. Сегодня мы очень медленно начали, потом получили достаточно простое удаление. Выход 2-1, поэтому выступали 2-0. Первый тренер – очень важные голы для нас. Мы вернулись в игре, и это было очень важный момент для нас. Их хорошо, что нам удалось достаточно быстро в первом периоде отыграться. Это для нас было очень важно. И с точки зрения, наверное, ментальности и того, как игра развивала, что мы отыгрались, это было очень хорошо. Другой тренер – два гола для нас. Это очень хорошая парклэй. И первая – хорошая гола. Но третья – у нас была очень хорошая возможность взять этот игрок, чтобы взять 5 минут на 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 5 минут. К сожалению, какие-то технические неполадки вылетели из конференции. Я очень счастлив. Я очень счастлив. После последнего гола, мы действительно хотели победить этот игрок. Мы действительно защищали его в целом сердце. Я думаю, что наша команда показала очень сильный характер сегодня, поэтому я очень счастлив. Я доволен тем, как отыграли в конце. Это было непростое время для нас. Соперник отыграл одну шайбу, но я, в первую очередь, доволен и счастлив тем, как команда сыграла сердцем, как она проявила свой характер и рад, что мы сегодня одержали победу. В основном, я думаю, что мы должны знать, что мы должны улучшить нашу игру, когда у нас один или два гола. Поэтому мы должны контролировать игру лучше. Но для нас в то же время это был урок, несмотря на то, что мы выиграли. Урок нужно выучить, в первую очередь, нужно подтянуть нашу игру в контроле, при том случае, когда мы выиграли несколько шайб. Так что это для нас был хороший опыт. Я думаю, что последние несколько игр. Уроки работают хорошо, и я не согласен. Уроки играют сейчас. Но я думаю, что это только в первую очередь сезона, и мы должны продолжать. Нам есть над чем работать, потому что начало сезона, но последние несколько игр ребята хорошо себя проявляют и улучшают свою игру. Поэтому, в принципе, в этом плане я доволен, как они действуют. Еще один момент. Мой российский коллега не может тут присутствовать. Попросил задать такой вопрос мистеру Лянчу. Как считаете, три победы на старте чемпионата несколько, наоборот, добавили? Как-то давление к вам со стороны прессы, поскольку многие говорили, что вы, наверное, будете первым, кто уйдет в отставку. В этом работе, как КХЛ, у вас всегда есть прессия вокруг вас. И вы должны просто жить с этим прессором. И всегда, когда вы победите, это очень хорошо для команды. И это удобно работать с командой. Поэтому сейчас я счастлив, как мы работаем, как мы играем. Три победы – это как в начале сезона. Поэтому мы должны работать каждый день более сложнее и более сложнее. Потому что игра становится сложнее каждый день. Еще много игр нам предстоит в сезоне. И с каждым днем, с каждым разом они будут все сложнее и сложнее. Но при этом надо понимать, что работа тренеров КХЛ всегда сопряжена с напряжением. Скажем так, все время находишься под давлением, поэтому ничего удивительного нет. Что касается нашей игры, то нам нужно работать и как можно больше ее улучшать. А так с этим давлением все нормально. Спасибо. Коллеги, кто смотрит нас онлайн, журналисты, возможно, у вас есть вопросы. Поднимите пожару в луста руку и дайте иную реакцию. Пока я не вижу онлайн, кто хочет задать вопрос. Поэтому Степан… Степан Воронков, страна КХЛ Беларуси. Вопрос такой. Сегодня команда ваша дважды играла в меньшинстве и дважды пропустила. Как собираетесь исправлять эту проблему, чтобы ее в меньшинстве не пропускать? Да, это… ПК – это очень важный момент для игры. Сегодня, два гола против. Я согласен. Я согласен. Я согласен. Я согласен. Я согласен. Я согласен. Оппонентская пара – это очень, очень опасно. Они играли это очень хорошо сегодня. Так что дважды играли хорошо. И мы должны преимущество. Здесь можно понять и две стороны. Во-первых, игра соперников в большинстве, они были очень опасны. Но да, нам есть над чем работать. И мы посвятим в ближайшее время работу над нашим меньшинством. Потому что игра по работе в меньшинстве, как мы знаем, одна из главных частей хоккея. Спасибо. Я вижу, что Азамар Шевлуков пишет в чат, что не может включить микрофон, но он адресовал вопросы. Я их озвучу. Прокомментируйте то, что Мецела два матча подряд допускает ошибки при выходе за ворота. Это повышает шансы Сухачева сыграть со Спартаком? Я думаю, Юха, он голлив. Все голливы, иногда, ошибки. Но Юха, он голлив. Он голлив. И я думаю, что мы все увидим, что это тяжело. Он действительно степит и помогает нашим. Я хочу видеть, как мы получаем, у нас в голливе. Я понимаю, что у нас нужно делать большие saves. Я думаю, что ЮАДИ это сделал сегодня, и я очень счастлив, как он делает сейчас, и три победы для него – это очень важная вещь. В следующем матче мы увидим, в завтра мы сделаем это. Свой топ уровень вратаря КХЛ завершил большие спасения, которые нам помогли сегодня одержать победу, поэтому по этому вопросу в принципе нет опасений, он является топ-галпитером в лиге, одним из топов, поэтому вот такое мнение. Еще один вопрос. Вопрос поступил от представителя пресс-службы Минского Динамо. Какое впечатление на вас произвело Минское Динамо в этом матче? Минское Динамо Минское Динамо – это очень, очень опасная команда. Они имеют очень важные игроки, очень хорошие игроки, очень хорошие игроки. Также, third-liners, fourth-liners, очень хорошие игроки. Они действительно хотят играть для команды. Мы знали, когда мы пришли, что это будет очень тяжело для нас. Динамо Минск – это сильная команда, и мы прекрасно это понимали перед этим матчем. Отличное большинство, отличные иностранные хоккеисты. Также, что говорят, в третьих и четвертых зрениях ребята играют с полной отдачей, поэтому мы понимали, что будет сегодня непросто. Я считаю, что в этом сезоне Динамо Минск вполне может заработать много очков. Окей, спасибо. Окей, спасибо, Томми. Поздравляю и хорошего счастья. Приветствуем игроков Словаты Лаева – Алексей Семенов, Вячеслав Солодухин. Давайте начнем, наверное, с вашего комментария по игре. Расскажите, что почувствовали в этом матче, поделитесь впечатлениями, эмоциями. Впечатления об игре? Но игра была хорошая, вы видели от ножа. Слышите, да? Да-да-да, можно говорить. Хорошая игра была. Вы видели на две шаги, то есть разница. Сначала инициатива была у нас, потом элит. То есть и хорошая игра была, и много единоборств. То есть довольно резвая, хорошая игра была. Полностью соглашусь. Где-то в конце, да, там, Динамо поджал, как он в городе. Вы сдали, сыграли, так как победа важна. Одну шагу. Третья игра на выезде. Поэтому довольно победа. Есть вопросы к игрокам из зала для пресс-конференции? Да, есть. Степан Воронков, беларусьхockey.com Вопрос обоим ребятам. Как вам понравился сегодня соперник Минской Динамо? Что можно сказать? Хорошая техничная команда. Очень быстрая. Довольно большие ребята, которые бегают и играют в тело. Хорошая команда. Нам повезло просто. Мы забили свои колды. Выиграли. Я думаю, что большая будущая команда. Да, безусловно. Хорошая команда, как Алексей, быстрая. С хорошим большинством. Поэтому было непросто. Опять же повторюсь, это очень дорогие очки для нас два очка. Всегда приятно, в принципе, приезжать сюда и играть против Динамо. Поэтому хорошая команда. Спасибо. Есть еще вопрос из зала. Аркадий Падута, беларусьхockey.com Если есть у кого-то еще вопрос онлайн, просьба поднять ссылку или отреагировать другим способом. Спасибо. Хочу поздравить, во-первых, с победой. И такой момент. Два раза команда сегодня удалялась. И оба раза Минская Динамо большинство это реализовало. Как считаете, почему не получилась сегодня игра в меньшинстве? Спасибо. Последний вопрос. Посмотрите, что с игрой в меньшинстве? Почему сегодня не получилась игра в меньшинстве? Нет. Почему? Игра получилась. Просто мы разбирали в меньшинстве. И мы знали, что ребята очень техничные. Ну да. Я бы не сказал, что не получилось. Потому что все равно, как и Алексей сказал, и я, как говорил, что Динамо хорошо разыгрывал. Да, мы разбирали. Но все равно игра меняется. То есть в какой-то момент где-то там не хватило немножко буквально. Так что с первым был, мы еще со вторым немножко свалились. надерновал. Поэтому, как бы, считаю, что… Спасибо. И последний вопрос к ребятам, думаю, с Уфы, Азамат, Шавлуков. Азамат Шавлуков. Добрый вечер. У меня вопрос насчет третьего периода. Один бросок в стор был за пять минут большинства. Затем нарушили численный состав, получили гол в свои ворота. Что пошло не так в эти несколько минут? Была излишняя расслабленность, как это часто у Салавата бывает? Азамат, повтори еще раз вопрос, пожалуйста. Прерывалось не всю часть. Хорошо, хорошо. В третьем периоде за пять минут большинства был всего один бросок по воротам. Затем нарушили численный состав, пропустили. Что пошло не так в эти несколько смен? Это была излишняя самоуверенность, усталость? Что? Ну, здесь сложно сказать, да. Конечно, было бы здорово за эти пять минут реализовать хотя бы одну, так скажем, ну, забить хотя бы одну шагу, да. Ну, знаете, такое бывает, когда, может быть, ну, я бы не сказал, что это самоуверенность какая-то, да. Но, опять же, говорю, что надо было реализовывать, да. Не получилось. И потом, так скажем, усложили себе жизнь, себе игру, как бы. Поэтому, ну, опять же, я раньше сказал, там на другой вопрос отвечал, что сам игра состоит из каких-то моментов, инициатив и все остальное. Вот здесь мы упустили инициативу с этим удалением. Поэтому пришлось как бы вытаскивать матч, можно сказать, как бы терпеть. Да, но это будет для нас уроком. Мы, опять же, как и до этого был вопрос про меньшинство разберем и большинство разберем. Будем готовиться к следующей игре. Что, заканчиваем, да? Или Алексей Семенович? Да. Да, думаю, все. Нас ждут игроки «Динамо». Предлагаю, вам нужно улетать наверняка. Поэтому спасибо большое за то, что ответили на вопросы унилистов. Хорошего вам полета.